В пятый раз Рязанский медицинский университет принимает в своих стенах студентов и молодых ученых из России и стран ближнего зарубежья. Каждый год они вновь поднимают актуальные проблемы медицинской и клинической психологии. И, конечно, уверен, даже не надеюсь, уверен, что вам понравится и будет интересно принять участие в этой конференции. И действительно, вы, как сказал министр, найдете то вдохновение, которое будет позволять вам совершить новое, открыть новое. И даже за эти три дня, которые вы будете активно работать здесь, стать лучше. На конференции будут также обсуждаться вопросы взаимодействия между клиническими психологами и врачами разных специальностей, такими как онкологи, хирурги, неврологи и так далее. Психология и медицина постоянно пересекаются в повседневной жизни. Поэтому тесное взаимодействие и контакт между ними помогает не только врачам-специалистам в своей практике, но и людям, и специалистам-психологам проще и понятнее излагать свои мысли и знания. Изучение факторов появления агрессии у детей дошкольного и школьного возраста, особенности эмоциональной сферы пожилых людей в различных семейных ситуациях, психогенные депрессии у женщин и так далее. Все это только части, которые прозвучат на пятой всероссийской конференции. Такие конференции популярны для студентов, поскольку это реальная возможность для них, начиная с самого первого курса, интересоваться своей будущей профессией, рассказывать о том, что им интересно, получать рекомендации от коллег их же уровня, от коллег, которые старше их по уровню. И, соответственно, это дает им возможность профессионального и личностного роста. Каждый год в конференции участвуют гости из-за рубежа. В 2017-м Рязанский государственный медицинский университет посетил Майкл Вонг из университета Лестера, Великобритания. В этом году он отправил студентам видеообращение, где пожелал им удачи в новых начинаниях. Почетный гость пятой конференции Мартин Персон из Швеции. Он провел открытую лекцию по теме «Оптимизация оказания социально-психологической помощи людям с изменением внешности». Речь идет не о пластике, а о шрамах, родимых пятнах и тому подобное. «Ожидания весьма высокие. Прежде всего, я жду живого общения со студентами в течение всех трех дней. Я не хочу ограничиваться только своими лекциями и мастер-классом. За все три дня, которые будет идти конференция, я планирую послушать и другие доклады. А с переводом мне помогут». Всероссийская конференция продлится три дня с 21 по 23 ноября в стенах Рязанского государственного медицинского университета. Конечно же, мероприятие в первую очередь ориентировано для студентов и молодых ученых. Однако открытые лекции может посетить любой желающий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.